Деревня Никульна. На первый взгляд, дорога к ней вполне проезжая и даже проходимая для пешеходов. Немного грязи, но это мелочи, скажут многие. Но это только на первый взгляд. Если до первого дома еще можно добраться, то вот дальше становится проблематично. И на вопрос, можно ли назвать месиво из грязи дорогой, жители хором отвечают. Нет. Ну, дорога жизни может быть. Что надо, так поползешь. А так, чтобы нет. Надо гравию, гравию, гравию. Или шлаху, или чего-то с песком. А так нет. Женщина умерла в 2014 году. Где-то был март, месяц март, апрель уже. И снег, он был такой уже весь грязный все. И вот не могли никак скоро приехать. Звали соседей, молодых мужчин, чтобы ложили ее на покрывало. И вот она в 14-м доме, с 14-го дома и до самой бетонки. Они ее несли на руках. Вот так. Там уже приехала труповская катафалка. И вот ее там положили и увезли. В деревне почти два десятка домов. 35 жителей. Из них 15 детей. Трое до трех лет. И все они страдают от одной проблемы. Отсутствие транспортной доступности. В школу, детский сад, на работу и по личным делам приходится идти в прямом смысле слова. По колено в грязи. Больше всего страдают дети. Жалко вот, что детей-то. Он вот у меня пока дойдет до остановки, его надо уже переодевать. Со школы приедет, опять на переодок, у меня нет бойные штаны. Он до школы в одних идет, в школе в других ходит, переодевается. И вот так. И постоянно сапоги, сапоги психуют. Так вот, хорошо сестра на стриге живет, так они до нее в сапогах дойдут, переоденутся в кроссовочки и в школу. Со школы обратно у нее переоденутся и сюда в сапоги. Вот так. Так выживаем. Большие непроездные колеи. Такая дорога проходит по деревеньке. Накануне здесь появился грейдер. Местные жители обрадовались, что наконец дорогу прогрейдируют, но не тут-то было. Тяжелая техника застряла и еще больше усугубила дорожный вопрос. Хотел проехать, прочистить дорогу, а не мог. Вот видели, где засел, вызвал второго дрейдера, я еще думаю, что два дрейдера, думаю, неужели, ремонт дороги начинается. А он его вытащил, да и уехали, и все. Сказал, больше не поеду. Глубоко сидел? Глубоко все колеса сидели. У него задние-то вот эти. Глубоко сидел. В деревню-то не проехал, не мог ничего прогрести. Местные жители говорят, не знаешь броду, не лезь в воду. По каким причинам тракторист решил съехать с основной дороги неизвестно, но оказавшись в поле, наготонная машина серьезно увязла. Операция по спасению длилась несколько часов, говорят сельчане. На первый взгляд можно подумать, что это не деревенская дорога, а линия фронта. И боевые действия здесь проходили еще несколько дней назад, ведь глубина колеи, нарытой здесь грейдером, в некоторых местах достигает одного метра. Жителям Никулины необходима и медицинская помощь, но по огромным колеям спецтранспорт попросту не может проехать в деревню. Вины медиков здесь нет, говорят люди. Это нужно понимать. А вот они ведь не виноваты тоже, они говорят, нам не проехать. Берите как-то, одевайте, ведите, тащите на бетонку, там встретим вас. Или там выходите, скорая вас ждет. Также ни одна такси не приехать. Вот матери у меня 65 лет, пенсионерка, на такси невозможно ее, плохо ноги тоже работают у нее. Надо выходить на стригу или на бетонку, только там вызывать такси и ехать в город. Вот уже в парикмахерскую, этим же врачам. В основном автопарк скорой помощи укомплектован отечественными УАЗами и Газелями. Некоторые из них полноприводные, но и они не всегда могут доехать до пациента в отдаленном поселении. Виной всему отсутствие дорог. Дороги в сельских поселениях, конечно, ужасные, особенно грунтовые. Если вот асфальтное исполнение дороги еще ничего, но грунтовка, то есть уже... И, соответственно, машины страдают ходовая, подвеска. То есть, если вот летом, допустим, в сухую погоду еще куда не шло, то весной невозможно вообще проехать. Дороги что-то составляют желать лучшего, особенно это в осенний, весенний период. Бывали случаи, застревали. За столько лет работы было много случаев, конечно, да, и пациенты жалуются, что мы бывали. Бывало, что опаздывали на вызов, естественно, из этой ситуации. Делаем все, что можем, стараемся, приезжаем. Машины тоже, конечно, у нас, когда мы ездим, такие сельские поселения, стараются здесь печера посылать УАЗик, то есть более проходимый. Надеемся, ждем и верим, что дороги тогда будут лучше в состоянии. Глава поселения Анна Голикова соглашается, что вопрос с дорогой в Никулино давно наболевший. Сельчанами написано несколько заявлений на восстановление дороги, но все упирается в деньги. Вопрос стоит остро, но в этом году денежные средства запланированы, в 2017 год уже израсходованы, текущее содержание и плановые ремонтные работы. Поэтому, чем мы сможем сейчас? Стараемся помочь, то есть где-то подсыпать временно, чтобы был проезд. И в будущем, на весну 2018 года, принять срочные меры, восстановить дорожное полотно, привести его в надлежащее состояние. Выход у жителей деревни Никулино сейчас один. Ждать холодов, чтобы грязь подмерзла и надеяться, что в следующем году на их дорогу все же выделят средства и проблема забудется, как страшный сон. Андрей Жилин, Юрий Воронин, Антон Карев, Максим Колосов. Новости провинции.